здравствуйте друзья здесь демитков юрий на днях я снял видео критическое о рокетбанке о том ну что у меня первый опыт общения с рокетбанком был не очень удачный и это видео было направлено на то чтобы вы видели наверное чтобы улучшить работу этого банка то есть я обращался непосредственно даже не к менеджерам банка а ну более высокое звено которое значит занимается подготовкой менеджеров банка ну с теми замечаниями которые я предлагал им улучшить вот и я говорил что я жду ответа от службы значит технической поддержки банка естественно вот и я его получил вот и но прежде чем рассказывать о том что получил в принципе ответ абсолютно адекватный нормальный вот я хочу сказать небольшое замечание о самом рокетбанке ребята рокетбанк имеет огромный огромный вот такой вот вот жирный плюс он бесплатный он не берет плату за обслуживание ни ежемесячную ни ежегодно не берет платы за смс-информирование это мощнейший плюс по сравнению с другими банками найдите еще банк который не берет платы за обслуживание и за смс-информирование таких банков не много поэтому ну если огромный плюс и это здорово на самом деле он очень удобный и именно поэтому я его выбрал и и поэтому я как бы ну завел карточку потому что ну это здорово на самом деле вот но конечно это не значит что ну это многое объясняет конечно что они экономят на колл-центре например да они экономят там на программном обеспечении на оборудование да и прежде чем открыть эту карточку завести эту карточку я посмотрел ну во первых предварительно посмотрел какие-то отзывы людей которые были они говорили что отмечали что служба технической поддержки абсолютно адекватная и человечная я бы сказал да вот до человечная вот какая тут теплые отношения такие у них и так далее и ну в принципе общение со службы технической поддержки это подтвердило с одной стороны с другой стороны подтвердила и ну вот то что есть не забываем огромный плюс бесплатно независимо от того есть у вас деньги нет платите вы нет совершаете вы покупки или нет обслуживание бесплатно sms информирования нет вот ну и теперь по поводу ответа и вообще как все от организовано ну это видео было записано вот именно с целью просто донести информацию до руководства и я посмотрел насколько адекватно они отвечают я хотел посмотреть насколько они адекватно отвечают на критику вот я послал по этому видео было там нехорошие звуки не стал перезаписывать вот я послал это непосредственно значит нашел группу в контакте официально рокетбанка послал это видео туда нашел официальную группу в фейсбуке послал туда через мессенджер нашел рокетбанк в телеграме но в телеграме там только канал без обратной связи послать некому и чем отличается рокетбанк от остальных тем что у него мобильное приложение мобильное приложение но сейчас этим никого не удивишь она есть у всех но в принципе у них направлено на то чтобы взаимодействие с клиентами шло через именно мобильное приложение там есть тоже обратная связь со службы технической поддержки я послал видео и туда тоже вот что я хочу сказать что ну во первых ну там на фейсбуке вконтакте я не смотрел вроде не ответили а вот через мобильное приложение на самом деле основной канал их связи через вот это мобильное приложение с клиентами да есть служба технической поддержки на телефон отвечает но их довольно мало а вот через мобильное приложение насколько я понимаю они гарантируют ответ че в течение там не более 10 минут это хорош хороший вариант вот ну а так как я еще не был клиентом я только сказать получал карту то соответственно вот ну служба технической поддержки вот так работала ну теперь по поводу ответа и как быстро он поступил но я в пятницу там 23 часа по моему опубликовал видео трудно было ожидать что они мне ответят в течение 10 минут потому что ну во первых этот запрос был послан в виде видео а не текстом вот на текстовые они действительно отвечают вот в течение 10 минут а здесь видео подразумевало что я обращаюсь к руководству поэтому руководство я думаю что в 11 часов в пятницу ну либо спало либо нерабочее время понятно что ожидать трудно было и абсолютно адекватная реакция была что ну вот это видео мое перебросили кому-то из руководства которое должно было его посмотреть она посмотрела потом значит утром я получил сообщение что спасибо за обращение мы рассматриваем и обдумываем что вам ответить вот ну а через некоторое время я получил вот такой вот большой значит развернутый ответ по существу всех вопросов вот ну они сказали что ну во первых сказать там вся техника отказывает и будет действительно там технический сбой какой-то вот ну это значит что на технике экономят просто и все вот немного нет горячего резервирования и так далее вот во вторых значит по существу они сказали что ну и я в своем видеообращении говорю что скрипт это хорошо что надо сказать нужен скрипт разработан вот они со мной поспорили сказали что нет в общем сказать там служба технической поддержки она именно направлена у них на то чтобы человек живой общался теплое общение и так далее и все об этом поддерживают подчеркивают что да вот такое теплое живое общение нормально все хорошо но какой-то вот ну не такое формальная скрипт подразумевает чисто формальное общение но все по существу кому как нравится на самом деле то есть это такая концепция имеет место быть и у нее есть свои плюсы свои минусы да что это теплое и живое общение свои минусы в том что это рискует затянуться там на какой-то сказать на базар вот не совсем относящих делу там то есть как бы это надо обучать менеджеров правильно вести беседу и ну и грамотный менеджер должны быть очень такие коммуникабельные здесь конечно обучить намного сложнее и трудно но это имеет место имеет право на существование ну а на мое замечание о том что в общем сказать девушка должна была все-таки представиться и так далее они восприняли сказали что да мы с этим поработаем это разумно абсолютно и они с этим согласились то есть все абсолютно абсолютно нормально вот и я считаю что реакция вполне адекватная я вполне удовлетворен тем более что комментарии были такие что хороший банк и хорошая карта еще раз повторяю мощный плюс о том что бесплатное обслуживание нет sms информирование вместо sms информирования есть push уведомления в чем разница разницы практически никакой нет но sms информирование идет по каналам сотовых операторов и поэтому сотовые операторы просто берут за это деньги за sms ки мы все знаем push уведомления идут по каналам интернета то есть через интернет и соответственно мобильный оператор это не отслеживает ну трафик это практически не расходует поэтому вот push уведомления и учета у меня есть подозрение что у тинькова сейчас тоже push уведомления потому что когда я нажимаю на sms q которая приходит от тинькова я перехожу в банк тиньков но тиньков при этом берет за sms обслуживание не забываем да что тиньков например он берет деньги и за ежемесячное обслуживание и за sms обслуживание сбербанк например раз в год берет это дело 1200 рублей пускать тиньков 100 рублей в месяц за обслуживание ну как бы то же самое абсолютно здесь денег не берется вот мощный плюс ну о том стоит ли брать карту рокетбанка и не стоит я наверное проведу сравнительный анализ ну скажем три банка рокетбанк тиньков и сбербанк возможно у вас будут какие-то предложения может еще какие-то банки рассмотреть напишите пожалуйста в комментарии вот ну а на сегодня я думаю все итог такой что я полностью удовлетворен ответом рокетбанка и в принципе я считаю что этот банк нормальный имеет право на существование а вот у него есть свои огромные плюсы о которых я уже сказал и есть минусы о которых я скажу они существенные тоже и они принципиальные и каждый выбирает свое кому-то больше подойдет рокетбанк кому-то тиньков кому-то сбербанк может быть я чуть трудно представляю кому сбербанк может подойти вот ну все я надеюсь что видео было полезно спасибо за внимание с вами был димитков юрий